Здравствуйте! В эфире программа «Бумеранг». Мы говорим о здоровье Жестели Чуваши. Мне кажется, что к теме сегодняшнего разговора хорошо подходят слова известного сатирика Михаила Жванецкого. Россия – это вечная борьба несправедливости с невежеством. А, как известно, наше невежество очень часто доводит нас именно до болезни. И гости сегодняшней студии – главный специалист по инфекционным болезням Минздрава Чувашской Республики Сергей Ефимов и детский врач-инфекционист Надежда Капитонова. Почему люди боятся инфекционных заболеваний? В чем причина этого страха? Все-таки социально обусловленные заболевания, они дают возможность как-то вмешаться в эту ситуацию. Если я правильно живу, у меня отлажен режим, значит, рациональное питание, умеренные физические нагрузки, мой психоэмоциональный статус уравновешен, то я могу рассчитывать, что я все-таки не попаду вот в эту зону рискованных заболеваний. То инфекционные болезни вот такой возможности ведь не дают. Это остро, внезапно, на фоне полного здоровья, массово. Причем я скажу так, есть такие инфекционные заболевания, которые избирательно поражают наиболее активную и здоровую часть населения. Вот на примере мегакок-инфекции. Если есть два ребеночка, худенький, слабенький и здоровячок, заболеет здоровячок. Избирательно поражает, то есть сливки общества, сливки общества и вот мегакок-инфекции забирает. Поэтому где-то на уровне подсознания действительно у нас есть этот страх вот в отношении инфекционных заболеваний. Ну, 7 миллиардов населения на планете, вероятно, обусловлены тем, что люди нашли управу на инфекционные заболевания. Да, сегодня около 130 стран имеют свой национальный календарь прививок. Немножко отлично от нашего российского. То есть некоторые страны ввели дополнительную вакцинацию. Ну, вот я обратила внимание, что у американцев 16, у нас 13, у Германии, там, в Великобритании 13-14. Вы знаете, наверное, здесь миграционные процессы, они тоже накладывают отпечаток на формирование вот этого национального календаря прививок. Американцы – страна приезжих, да? Страна приезжих, да, наверное. Количество у них прививок в национальном календаре будет больше, чем у нас. Только этим? Это не уровнем жизни обусловлено? Нет, это не уровнем жизни. Мы же все время подозреваем, что где-то живут лучше, значит, лучше обслуживают. Мы отвечаем на вызовы эпидемиологические в нашей стране. Поэтому национальный календарь мы дополняем. А в 2014 году на территории Чувашии зарегистрировано 328 тысяч инфекционных заболеваний. Много или мало вообще? Это 26 452 на 100 тысяч населения. Из чего сложилась эта цифра? Эта цифра меньше, чем 2013 года на 4%. По сравнению с Россией и с Приволжским федеральным округом цифры абсолютно сопоставимы. Из чего взялась эта цифра? 328 тысяч инфекционных заболеваний. Это эстафета инфекционных заболеваний. Эстафета начинает зимой ОРВИ, грипп. Заболеваемость в 2014 году была 23 тысячи. Для сравнения, в Приволжском федеральном округе 20 тысяч на 100 тысяч населения, а по России 19 тысяч. Получается, мы чаще болеем? Ну да, несколько мы чаще болеем. Мы болеем несколько чаще. Это от того, что у нас слабший иммунитет или мы плохо делаем приведки? Может быть, у нас регистрация хорошая, всех случаев. Может быть, обращаемость в поликлинику. То есть у нас меньше фактов самолечения. То есть, когда действительно пациент обращается за медицинской помощью. Естественно, он проходит регистрацию. То есть, эта цифра уже прозвучит в отчетности. Но я не скажу, что заболевание была высокая по сравнению с предыдущими годами. Потому что не произошло смены возбудителя ожидаемой. То есть, мы с вами встречались с теми же возбудителями, что и в предыдущем году. Это был грипп H1N1, H3N2. А в группе ОРВИ это была парагриппозная инфекция, парагрипп 3. Затем инфекционную эстафету перенимает вакцина контролируемая заболевания по весне. Это корь, краснуха, ветряная оспа, паратит. В 2014 году было зарегистрировано 9 случаев заболевания корием. Это больше, чем в 2013 году. Причем в 4 раза больше. Во всяком случае, это цифра ниже, чем в Приволжском федеральном округе. В 2 раза. Но больше, чем в России, получается, в 1,5 раза. Есть регионы, где заболеваемость корием значительно выше наших цифр. Краснуха. В 2014 году у нас не было зарегистрировано ни одного случая краснухи. Это очень хороший показатель. Очень хороший показатель. Ветряная оспа. Ветряная оспа у нас выше она, чем в Приволжском федеральном округе. Заболевание с ветряной оспой выше, чем в России. Эстафета перенимает острокишечные заболевания. 818 на 100 тысяч населения. Это больше на 19%, чем в 2013 году. Причем этот подъем, он обусловлен был в большей степени за счет ротовирусной инфекции. 44% она дала подъем заболеваемости. Если мы расшифруем эту группу острокишечных заболеваний, значит, дизентерия всего 14 случаев. Всего 14. Да вот дизентерия-то вообще куда-то ушла на задворки. Все теперь говорят про ротовирус и боятся ротовируса. Да, то есть бактериальные инфекции, вот в этой группе кишечных инфекций, они все-таки сдают свои позиции. Это пришел новый вирус на планете, стал развиваться в том числе в Чувашин? Ну, ротовирус, это группа очень неоднородная. Там очень много сферотипов, поэтому эти сферотипы меняются. И, наверное, эта ротовирусная инфекция, она еще долго будет звучать в сводках, в отчетности. И поэтому ее ввели в национальный календарь прививок. Да, да, да. То есть ситуация сама диктует, сегодняшняя педагогическая ситуация диктует вот эти условия, что пора включать, да, то есть в национальный календарь прививок. Солмонеллез. 312 случаев было зарегистрировано в 2014 году. Цифры не больше, чем 2013 года. Цифры примерно одинаковые. В природе вообще около 2000 видов салмонелл. И человек заболевать салмонеллезом может даже несколько раз в течение жизни. 2000 салмонелл в природе, из них 200 примерно патогены для человека. Ну и глистная инвазия. В 2014 году зарегистрировано 4000 случаев глистной инвазии, причем по 8 нозологи. Доминируют, конечно, здесь контактные гельминтозы. Это энтробиоз, лемблиоз. Ну, у нас, наверное, мы живем на Волге, у нас очень много рыбаков, и вообще люди много потребляют рыбы. Это сказывается на паразитарных заболеваниях? В этом году цифры больше, чем в 2013 году. То есть апистархоз передается при употреблении ворской рыбы. Вяленый, но слабо термически обработан. Да, термически не обработаны рыбы. Ну и лето, сезон дачников, все выезжают за город, и там нам мешают жить тоже некоторые особи. Да, то есть эстафету принимают природные очаговые заболевания. В 2014 году было зарегистрировано 166 случаев геморрагической лихорадки с почным синдромом. Причем были летальные случаи. Это природное очаговое заболевание. Цифра была выше, чем в прошлом году, она примерно в два раза выше цифры. Заболевание начинается обычно с весны, и вот так тихонечко тянется до самой зимы, то есть пока мышки не уйдут на свет. Но это значит все-таки хранить продукты надо на дачах более правильно? На даче не надо оставлять какие-то там продуктовые запасы, продуктовые запасы. А еще опасна, конечно, вот эта генеральная уборка на даче по весне, по весне, когда хочется все почистить, да, привести в порядок, то есть воздушно-пылевой путь передачи, то есть достаточно надышаться этой пыли, то есть для того, чтобы заболеть ГЛПС. Следующее природное очаговое заболевание, которое мы регистрируем, это 8 случаев, это клещевой бриллиоз. Борриллиоз. Это активность клеща весенне-летняя, то есть 8 случаев клещевого бриллиоза. У нас за всю историю не регистрировали случаи клещевого энцефалита. А вот бриллиоз из года в год у нас цифры, они меняются, но такая заболеваемость есть. По-другому это заболевание называется кольцевая эритема или болезнь лайма, то есть в месте укуса, по прошествии какого-то времени появляется красное пятно, которое потом расползается, в дальнейшем там наступает вторая, третья стадия, когда начинаются органные поражения, такие полиорганные поражения, то есть заболевание достаточно серьезное. Эстафету принимают острые вирусные гепатиты. Острые вирусные гепатиты. В 2014 году острый вирусный гепатит А у нас в Чувашской республике зарегистрировано 78 случаев. Это меньше, чем в прошлом году. У детей, по-моему, один или два случаев только. Да. Наши цифры меньше, чем в Приворском округе, чем в России, примерно в полтора раза. С острым вирусным гепатитом В ситуация еще лучше. Всего 12 свежих случаев заболеваний острым вирусным гепатитом В. Это можно отнести на хорошую работу специалистов-инфекционистов или изменение картины? Это итог вакцинации, плановой иммунизации в отношении гепатита В. Потому что на сегодня вот эта иммунная прослойка, она составляет 90,7%. Это очень хорошая цифра. Ну, я вот слышала, что вообще вы говорили, доктор, о том, что мы вот как граждане, живущие в Чувашской республике, достаточно законопослушные. Да, наш уровень вакцинации, он повыше даже, чем по показателям, чем в Российской Федерации. Да, у нас есть понимание вообще значимости вообще вот этих профилактических мероприятий. Да, поэтому, наверное, в нашей республике меньше этих самоотводов против прививок. Поэтому, если вот взять цифры, просто сухие цифры, к дифтерии мы имеем иммунную прослойку в Чувашской республике 97%. Это очень хорошая цифра. Гепатит С у нас 12 случаев зарегистрировано в 2014 году. Наши цифры также ниже в полтора раза, чем цифры в среднем по Приворскому федеральному округу и по России. Немножко выбивается ситуация у нас по хроническим вирусным гепатитам. В Российской Федерации в 2014 году было зарегистрировано 57 444 случаев хронического гепатита С. Это была вспышка, можно было бы говорить? Это не вспышка, да. Просто удельный вес нашей республики, вот в этой большой цифре, это 209 человек. 209 человек. Но по сравнению с 2013 году цифра немножко подросла. И эстафета опять передается группе респираторных вирусных инфекций. Опять ОРВИ и грипп. У детей хочется сказать, что если вот вирусная инфекция, грипп ОРВИ, наиболее тяжелая у детей с января по март, это, конечно, респираторно-вирусные инфекции. Наиболее тяжелая из них, это, конечно, стенозы гортани, ларинготрохииты со стенозами гортани, которые очень часто приводят к тому, что дети госпитализируются вплоть до реанимационного отделения. В марте хочется обратить внимание на менингококковую инфекцию, которая протекает с явлениями кокцемии, то есть поражением крови, и гнойными менингитами. Эти заболевания с угрозой для жизни. Среди летних инфекций, конечно, у детей манифестируют ротовирусные инфекции, и норовирусы, и астровирусы, которые также протекают у детей очень тяжело, вплоть до госпитализации детей в реанимационное отделение. А осень вновь сопровождается ростом количества заболевших менингококковой инфекцией, и опять все возвращается к респираторно-вирусным стенозам гортани и абструктивным бронхитам. Тоже такая же этапность среди детей наблюдается. Инфекционная заболеваемость в педиатрии сопоставима с показателями взрослого населения, и она практически не отличается от показателей Приворского федерального округа и Российской Федерации. Ну а если говорить о том, какие все-таки, вот мы поняли, как они функционируют, эти вирусы в нашей среде человеческой, а какие заболевания лидируют? Лидируют острореспираторные вирусные инфекции. Они занимают львиную долю всей заболеваемости по инфекционной патологии более 70%. Второе место занимает группа кишечных инфекций, а третье понемножку делит и это и гельминтоза, и природно-очаговые заболевания. А в детстве? А в детстве также. Где-то респираторно-вирусные, значит, в пределах 70%, 20-25% это кишечные инфекции, а где-то 3-5% это, конечно, вакцино-ассоциированные инфекции и различные спорадические случаи других инфекционных заболеваний. Ну вот на наш традиционный вопрос о том, как устроена служба, в области инфекционных заболеваний, вопрос, наверное, принципиальный, потому что это такие заболевания, которые требуют немедленного принятия каких-то мер. Она трехэтапная. Значит, первое звено, первое звено – это кабинеты инфекционных заболеваний. Это первичные, медико-санитарные, специализированные помощи инфекционным больным. Здесь на уровне кабинета инфекционных заболеваний происходит диагностика, лечение лёгких средне-тяжёлых форм, а самое главное – это диспансеризация переболевших больных, контактных. Это кабинет инфекционных заболеваний. Диспансеризация – это как учёт? Это как учёт, да. У нас в Республике 21 кабинет инфекционных заболеваний. В городе практически каждая поликлиника имеет кабинет инфекционных заболеваний. Если заболевания контагиозные, то есть заразные, конечно, логично вызвать специалиста на дом. А определить степень этого? Может быть, это просто грипп так проявляется? Или, может, я отравился? Вот как понять? Все-таки в таких ситуациях, когда рвота, когда понос, когда высокая температура, это скорая помощь? Это скорая помощь. Здесь человек не должен думать за врачей, и не должен придумывать что-то сам. И уж тем более не заниматься самолечением, потому что это опасно. Второй уровень – это инфекционные отделения. У нас 14 инфекционных отделений, 7 инфекционных отделений в составе районных больниц и 7 межрайонных центров. Но там, где крупные больницы, там есть свое отделение. Крупные больницы и там, где нет инфекционных отделений. То есть госпитализация больных строится по территориальному принципу. И третий уровень оказания помощи инфекционным больным – это больница скорой медицинской помощи и детская, городская, клиническая больница номер 2. Ну, грубо говоря, это взрослое и детское такое отделение, да, специализировано? Взрослое и детское отделение, да. Туда попадают когда? Сюда попадают диагностически сложные случаи, тяжелые случаи. То есть по санавиации, как правило, такие больные попадают. Или из районов, там, где нет инфекционных отделений, больной отправляется сразу в Чебоксары. Наша служба соответствует всем международным рекомендациям, да, национальным рекомендациям по инфекционным заболеваниям, стандартам. Вообще, наверное, в рамках вашей службы это принципиальный вопрос? Это принципиальный вопрос. То есть все новое надо сразу принимать на вооружение. Инфекционные заболевания в большинстве своем, они острые заболевания. При правильной терапии вылечивается до полного выздоровления. А в случае самолечения, неправильной тактики лечения, то есть можно привести к хронизации заболевания. А в исходе хронического заболевания инфекционного – это всегда инвалидность. Это хронический гепатит с исходом в цирроз печени. Это миокардиты, перикардиты. В исходе нелеченного боррелиоза – это миокардит, артрит. А вообще, говорят, что человек, который излечился от паразитов, от ламблиоза, на 90% расстается со своими хроническими заболеваниями. Да, это именно так и есть. Наличие гельминта – это всегда есть продукт его жизнедеятельности, который вызывает очень высокую аллергизацию организма. Здоровье и жизнь детей находится в руках родителей. Я хочу рассказать о наиболее опасных для жизни заболеваниях, которые сопровождаются угрозой для жизни. Конечно, это ларинготрохиита и стеноза гортани. Если у вашего ребенка появилась в период эпидемии гриппа или в период возрастающих респираторно-вирусных инфекций, у ребенка появилась осиплость голоса, сухой лающий кашель, никогда не надо заниматься самолечением. Очень часто родители дают детям мед, малину, рисуют йодные сетки, горло чем-то мажут. Та же аптека предлагает кучу всяких всякого пососать. Да, ингалиптов, пососать сосачи. Ни в коем-ни в коем случае этого делать нельзя. Гортань так у детей сформирована, что практически на 50% она состоит из жидкости. И возникает инфекционно-аллергический отек этой гортани. И в любой момент голосовые складки выражено отекут, возникнет ларингоспазм и неотложную помощь, даже скорую помощь, не успеет оказать. Другим важным и опасным для жизни состоянием является менингококковая инфекция. В период подъема респираторно-вирусных инфекций, когда у больных наблюдается кашель, насморк, заложенность носа, в этот момент активизируются также и менингококки. И эта менингококковая инфекция начинается именно с назофарингита. И когда на фоне назофарингита у ребенка появляются единичные элементы геморрагической сыпи, и некоторые родители начинают думать, что это аллергия на какой-то антибиотик или препарат, который принял ребенок. Здесь самолечением и самодиагностикой ни в коем случае нельзя заниматься. Инфекционная патология, она не допускает самодиагностики и самолечения. У детей очень опасные кишечные инфекции. У ребенка достаточно двух-трех случаев рвоты или жидкого стула. Это приводит к очень тяжелым водно-электролитным нарушениям. Обезвоживание, паруски говорят. Это угрожает жизни ребенка. Да, это угрожает жизни ребенка. Ну, вообще медицина без государства, она немыслима. Но, тем не менее, какова роль, по сути дела, и российского правительства, и чувашского правительства в развитии вашей службы? И можно ли в этом случае сказать о достижениях в области борьбы с инфекционными заболеваниями? За последние годы коечный фонд, инфекционный коечный фонд в Российской Федерации сокрасился на 50%. 27 регионов в составе Российской Федерации не имеют инфекционных стационаров. Отдел стратегического планирования нашего Минздрава все-таки проявил дальновидность. Мы сумели сохранить кабинет инфекционных заболеваний. Мы сумели сохранить инфекционное отделение в составе районных больниц. А самое главное – это ведь кадры. Мы сохранили кадры инфекционные. Профессия врача-инфекциониста находится на стыке всех профессий. На стыке всех профессий. Для врача-инфекциониста самое важное – это медицинская интуиция. Вот, например, мальчику был выставлен диагноз – это астма. Астма оказалась у ребенка… Апистархоз. Апистархоз, да. И вот настороженность врача и настороженность в родителей могут изменить качество жизни ребенка. 75% всех заболеваний, которые диагностируются в Чувашии, вызваны инфекциями. 75% заболеваний. Допустим, это же бронхиальная астма. Надо искать в первую очередь инфекцию. Возьмите ревматизм – этиология инфекционная. Возьмите язвенную болезнь – этиология инфекционная. Та же бронхиальная астма – ищите инфекционный агент. Ну вот в этом месте, завершая нашу программу, как раз важно поговорить о профилактике, о факторах рисков и о мифах, которые существуют в области инфекционных заболеваний. Факторы риска развития инфекционных заболеваний могут быть управляемыми и неуправляемыми. Неуправляемые – это та природная среда, в которой мы живем. Управляемые – это санитарно-гигиенические правила, которые мы выполняем. Это вакцина-профилактика, которую мы четко соблюдаем согласно национальному календарю прививок. Существует миф, что из инфекционного отделения можно увлезти любую заразу. Конечно, это миф, потому что инфекционное отделение – это самое чистое отделение. Такого количества дезинфицирующих растворов не применяется больше ни в одном отделении. Второй миф – что все инфекции лечат с антибиотиками. Я хочу сказать, что сейчас на первое место выходят вирусные заболевания, а не бактериальные, то есть не те заболевания, которые лечат с антибиотиками. То есть сейчас в основном это противовирусные препараты. И самый главный миф – что не надо делать прививки. Это настоящий миф. 98% детей во всем мире получают вакцинопрофилактику согласно национальным календарям прививок. И только благодаря прививкам в населении создана иммунная прослойка против таких заболеваний, как коклюш, дифтерия, столбняк, корь, эпидпаратит. Сейчас вводятся прививки против ротовирусной инфекции, против менингококковой инфекции, против ветряной оспы и краснохи. Если мы хотим жить цивилизованно, если мы не хотим болеть, если мы желаем здоровья своим детям, мы должны соблюдать национальный календарь прививок. Главная задача – это создание достойной иммунной прослойки среди населения. Уважаемые эксперты, когда родители отказываются от прививок, потому что им кажется, что здоровье их ребенка ухудшится, наверное, правильно сегодня многие юристы ставят вопрос о том, что есть права ребенка, которые он защитить в этом возрасте не может. И государство, например, это в Америке, оно сделало так, что в детский сад ребенка не возьмут, если он не привит. И сегодняшние правозащитники детства, они ставят вопрос о том, чтобы наших детей в школу и в детский сад не принимать без прививок тоже. Если бы хоть одна мама увидела своего ребенка в состоянии клинической смерти на фоне коклюша, у нее не было бы выбора делать прививку или нет. Если бы мама увидела своего ребенка в инвалидном кресле после перенесенного полиэмилита, выбора у этой мамы тоже бы не было. Она сказала бы, да, прививать надо. Ну, уважаемые телезрители и радиослушатели, качество жизни, качество нашей жизни каждого из нас, слушающих или смотрящих эту телевизионную программу, оно определяется в первую очередь не здравоохранением. Все вы об этом уже знаете. Она определяется нашим личным персональным выбором. И область инфекционных заболеваний – это та сфера, где вот это право выбора становится особенно отчетливым. Поэтому любите себя и своих близких, принимайте правильные решения. Доброго всем здоровья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова